Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию. Уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут. Мы все покажем. И развлекают чем и как. Докладывать вам будем прям с колес. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. И особенно любители вкусно поесть. А к таким любителям, я уверен, относятся все жители земли. Ранее мы вам рассказали про несколько ресторанов в этом отеле. Но обо всех ресторанах все-таки не доложили. Поэтому, чтобы у вас уже было полное представление о местных гастрономических заведениях, сегодня мы сделаем краткий ресторанный обзор. Вот здесь вот султан лобби, султан бар. Там можно заказать любой напиток, даже какие-то закуски небольшие. Здесь стоит фортепиано для любителей поимпровизировать. Я очень люблю импровизировать. Мне сказали, вам нельзя. Я говорю, почему? Они говорят, да понимаете, этот рояль вас не достоин. Он маленький, он компактный. Вам только надо большой, стейн-вей. Вот тогда мы вас пригласим. Я говорю, ну спасибо, уважили. Ну а как вам кресла царские? Они же тоже восточные. Там любили, это подчеркивает значимость человека. Вот эта высокая спинка. На табуретках сидят простолюдины. Там вообще спинки нету. Те, кто чуть-чуть побогаче, сидят на лавках со спинкой. Ну а средний класс уже в креслах. Ну вот такие, с небольшой спинкой. А настоящие шейхи сидят в креслах со такой спинкой. А мне что-то присвоили звание восточного рок-шейха. Вы не забыли? Поэтому я прямо на своем месте сижу. Все тут четко. Тут ошибки нету. Чтобы вы это понимали. Почему я сел в такое кресло? Потом говорят, садись куда хочешь. Ты же рок-свезда восточная. А обратите внимание на лифты. От них тоже пахнет богатством. От этих лифтов. Потому что здесь, опять-таки, орнамент, зеркала. Очень красиво. Очень красиво. И потому, когда ты выходишь из лифта, а тебе попадаются русские туристы навстречу, то ты, особенно, когда ты одел восточный наряд, ты выходишь так аккуратно. Я говорю, привет! Ну как, узнали вы меня или нет, русскую рок-звезду? Они говорят, конечно же, узнали. Ну как вас не узнать? Вы же узнаваемы. Люди соврать не дадут. Ну, похож я на русскую звезду или нет? Похоже, говорит. Прямо одно лицо, говорит. Ну, и туалетики. Много туалетиков. Туалеты роскошные. В туалет и заходишь, как во дворец. Все сияет. Хочешь отдохнуть. Присел перед тем, как сходить на процедуры. Подумал. Помечтал. Не там, в процедурном кабинете, а здесь, вот, предварительно. Помечтал, а потом туда в туалет. То есть, одумался и пошел. Вот сюда. Видите, а тут резные двери. Зайдем. Гляньте, гляньте. Ну, сразу красотень какая. И вот тут, видите, какая золото. Все с золотом. Ну, просто красотень. И не два крана, а один. Но два. Горячая, холодненькая. Все сделано по уму. Тут вам не шутки. Тут вам не там. Вот так вот бы я сказал, как незабвенный Виктор Степанович Черномырдин. Тут вам не там. Тут хорошо. То же самое. Видите, красотень. И тут все, все красиво. Все красиво. Все великолепно. И напоминаю, не обжирайтесь на ночь арбузами. Потому что туалет хоть и красивый, но бежать до него далеко. Если ты застрянешь где-нибудь в каком-нибудь месте, аллее брендового искушения. We are the champions, my friend. Но после такого туалета ты явно ты чемпион. Тут другого быть не может. Сейчас я буду рассказывать вам про рестораны. И начну вот прямо отсюда. Вот тут находится ребрум. Что это означает? Это сокращенное слово ребай. Ребай стейк. Это стейк ресторан. Это чисто британский ресторан, в котором готовят стейки. Но он работает три раза в неделю. Через день работает. Вот так бы я сказал. Сзади находится главный ресторан отеля. Он называется Imperial. Здесь проходят завтраки. Шведский стол. Про завтраки мы вам рассказывали. Но если хотите, еще раз зайдем, посмотрим. Ну вот он, Imperial. Видите, он огромный, просторный. Сделан опять-таки в восточном стиле. С колоннадой с этой огромной. С высоченными потолками. И потрясающими люстрами. Вот, посмотрите. Красоту вот эту. Вот сюда. Так что все гости помещаются, не толкаются. В очередь за столики садиться не нужно стоять. Всем есть место. Но есть одно недостаток. Только в двух местах жарят яйца. А все же русские люди, не только русские, любят яичницу с утра. Поэтому за яйцами зажаренными приходится стоять. Минутки две-три. Ну так, недолго. Ну и у каждого ресторана есть открытая веранда. И те, кто выдерживает теплую температуру или любит ее. Есть теплолюбивые животные среди хомо сапиенс. Вот я, допустим, не выдерживаю. Мне надо туда, под кондиционер. А есть прям любители. Поэтому они сидят здесь и завтракают. Ну, здесь хорошо продувается. Поэтому здесь комфортно достаточно. Особенно с утра, когда еще не очень жарко. Опять-таки обратите внимание на люстры, на вот эти орнаменты восточные с этими куполами, с этими арочными конструкциями. И опять-таки роскошь восточная. Чистая пресная вода. Вот она тут обтекает весь отель. Это лаунж-бар. Для избранных, вы уже поняли, да? Вот для рокеров, волосчука, СД. Он здесь завтракает. Это для тех туристов, которые живут в клубных номерах. Здесь у них, будем говорить так, эксклюзивное место. Здесь практически вообще людей ни на завтрак, ни на ужин не бывает. И до восьми вечера он работает бесплатно. А до восьми все включено. Подходим к султан-лаунжу. Что это за султан-лаунж? Те люди, которые приобрели не пансион, не полупансион, а просто без еды, они завтракают за деньги по меню. Вот это для них специальный ресторанчик. Вот сюда можно в любое время зайти и пообедать за деньги. Позавтракать, пообедать, поужинать. То же самое. Красота. Потому что многие люди не хотят быть привязаны по времени к вот этому распорядку дня. Они хотят путешествовать свободно. То же самое здесь открытая веранда. Красота вот эта вот с видами на Дубай. Удобно, красиво, легкая музыка. Люстры опять-таки красивые, очень высокие потолки, воздуха очень много, прохладно, все великолепно. И обращаю ваше внимание, что везде стоят живые цветы. Везде, где только можно. Оранжереи свои, они выращивают цветы и постоянно обновляют их. Так что печально знаменитое место мы вам показали, где заставляют тратить деньги русских туристов. Этого нельзя делать. Нам нужно все бесплатно раздавать. Вот как Волочек ОСД. Вот пригласили его шейхи и говорят, Серега, приезжай, мы для тебя все. Хочешь на воздушном шаре полетать, хочешь тут бесплатно завтракай, обедай, ужинай. Все, что хочешь делать. Хочешь загорать на пляже бесплатно, в море купайся. Все разрешаем. Воздухом можно дышать бесплатно. Все для русской рок-звезды. Идем в следующий ресторан. Ну, я вам более детально расскажу про Султан-бар, который находится в лобби, который вот он здесь. Масса всяких пирожных. Опять-таки, внутренняя территория кондиционированная. Наружу можно выйти на теплый воздух. Но вы же знаете, что я честный эксперт. Тайный, но честный. Я имею в виду тайный эксперт Мишлен. Поэтому я вам честно расскажу про вот этот лаунж-бар. Все вот эта красота, это все вкусно. Все быстро, все оперативно. Кофе, чай, напитки любые, спиртные, не спиртные, все есть. Но мы здесь попробовали как-то пообедать после пляжа. Что здесь очень нерасторопные официанты. Я не знаю, может, это вообще восточная такая особенность. Но три раза сказали, принеси соль с перцем. Не принес. Опять-таки, обращаю ваше внимание. Креселки-то царские. Не, еда была вкусная. На официанты ходили, ходили там что-то. Его позвать было невозможно. Поэтому продюсеру рок-группы Елене Ивановне пришлось совершить вот этот вот подвиг бизнесмена, продюсера, знаменитого. Принести соль и перец. Пойдемте дальше. Я обойду этот бар со всех сторон, чтобы вы понимали, что здесь просторно, красиво. Можно, повторюсь, выйти на летнюю верандочку и вкусить здесь восточных яств. Но вы должны знать, что официанта вы будете долго ждать. Особенно, если вы пошлете его за солью и перцем. Вот это особенности. Вы должны четко это понимать. Но вы же знаете, что мы-то люди не горды. Мы же русские рокеры. Где наша не пропадала? Мы можем где угодно сидеть, ждать официанта часами. Нам только в радость все. Потому что жизнь прекрасная, удивительная. И надо радоваться любым ее проявлениям. Но это же приключение целое. Представляете, продюсер, цельный продюсер, знаменитый в рок-группе Волчука из-за Елены Ивановны сама ходила за солью и за перцем. Но это же приключение. Ну согласитесь, есть что вспомнить. Так что вот так вот, уважаемые любители рок-музыки. А вы говорите, что неинтересно. А тут прикольно. Идемте дальше смотреть, что тут есть хорошего. Пойдемте пройдемся по всем закоулкам. Я почему шо потом говорю? Там сидят шпионы русские. По-русски говорят, а тут одни русские шпионы. Я же вам уже говорил. Что-то меня очень радует. Что русские стали главными туристами в мире. Потому что, чтобы их сильно не раздражать и не привлекать внимания, рок-группе Волочук тихо, минимум, о них пройдет. Вот тут такое потаенное местечко для тайных переговоров. Кому сколько взяток отдавать, кому откатов сколько. Поэтому русские полюбили этот отель. Особенно вот это место. Потаенное. Тут садишься, вот так вот. Тя никто не видит. И ты можешь аккуратно разговаривать обо всем. Потому что тут снизу нет прослушивающих устройств. Тут все проверено уже нашими людьми. Здесь же Том Круз побывал. Он все проверил. Он же знаменитый сыщик и разведчик. Все проверено. Но не буду рассказывать про один ресторанчик. Но в Москве есть один ресторанчик, на нем даже вывесок нет. И там вкусно готовят. И однажды я там бывал. Только для своих. Вот там все действительно проверено. Вся прослушивание проверяется два раза в день. Вот такие вот у нас есть знаменитые места в Москве. Но я их вам не покажу. Даже для знаменитого рокера Волочука. А если да может кончиться плачевно. Поэтому не покажу. Что здесь в потайном вот этом вот местечке. Что еще хорошего? Здесь можно прилечь. Как шейх настоящий. Ну либо римлянин. Римский патриций. Попробую. Я поэкспериментирую. С вашего позволения, конечно. Они там мне все разрушают. Это я с вашего только позволения прилягу. Восточный рок шейхам позволяет все. Говорит, что хочешь тут творить. Я говорю, ну ладно, ребята. Прилягу. Вот так, вот так. Сейчас закажу себе кофе и холодной газированной воды. Это мне, мое начальство разрешает. Шейху восточному начальству разрешает пить воду и кофе. Без сахара только. На пирожные говорят, роток не открывай. А я же так люблю пирожные. Уважаемый любитель рок-музыки. Что со мной творят продюсеры всякие? Пирожные не дают есть. Мой любимый Наполеончик. Я же Наполеон. Вы же не обратили внимания. Я же Наполеон. Мне нужен Наполеончик. Хоть иногда. Вкусить его не дают. Это вот, если вы поняли, лобби. Печально, опять-таки, известное. У них, что ни возьми, все печально известно, либо знаменитое. Значит, Том Круз тут поснимался, знаменитое. Подходишь к лобби, печально известное. Почему? 35 минут мне ключик выдавали в номер. Ну, может, у них так принято уважить гостей. Мне-то опять сделать это все. То же самое официанты в ресторанах. Они торопятся. Потому что они считают, что если будут торопиться, это просто неуважение к публике. Потому что люди пришли отдыхать, наслаждаться жизнью. Они быстро там перекусили, побежали. Ну, вот, я подумал, что это, наверное, именно так. Поэтому идем к следующему печально известному ресторану. Вот он, ливанский ресторан Альнафура. С ливанскими блюдами, с различными. Видите? Либанец, софра. Всякие тут. Все есть. Но русскому человеку непривычно. Мы записались сюда. Тут заранее записываться надо. Просто так, чтобы не попадешь. Такая очередь. Говорят, такая вкуснятия наша. Очередь. За два дня записались. Более того. Но мы, чтобы на ночи наедаться, хотели записать часов на 7 поужинать. Они говорят, там все занято. Только он на 9.15. Пришли чуть пораньше, часов в 9. А там все свободно. Мы говорим, а что так? Ответа нет. А в ответ тишина. Это потом мы поняли, что они набивают себе цену. Так что такой вот ресторан здесь. Ливанской кухни. Ну, я что хочу сказать? Непривычно просто. Наверняка это вкусно, когда ты привык к еде. Потому что я помню, когда я первый раз попробовал испанское мясо, мне говорили, ё-моё, вот это вот хампун. Это так вкуснятие, что вообще оторваться невозможно. И повели меня на базар. Это было под Барселоной. А там реально целые ряды этого мяса вяленого хамона. Я зашел, а у меня сам запах. Я говорю, ё-моё, это какая-то тухлятина. Воняет тухлятины. Они говорят, да ты что, такая вкуснятина. И они мне дали попробовать. Я попробовал. А после нашей ветчины, знаете, свеженькой, со слезинкой, ну, мне показалось, что это какая-то протухшая что-то такое. А потом второй раз попробовал, третий, через полготика. А потом как пристрастился, так за уши не оттянешь. Поэтому вкусы развиваются. Мы вчера побывали. Да, это ливанская кухня. Наверняка она вкусная, если к ней привыкнуть и сформировать этот вкус. Ну, для нас это была обыкновенная еда. Ну, как-то так, вкратце. Товарищ генерал, разрешите проследовать дальше? Танки, журтанки. Разрешают. Русскому рокеру разрешают. Все, спасибо. А вы говорили, что я вас обманываю. Нет. Я говорю, правда. Все разрешают. Говорит, иди, смотри, что хочешь. Но маску предварительно одел, потому что он ругается. Он ругается, у него служба такая, ругаться. Говорит, а ну-ка, одень мотку. А я говорю, так я же рокер, куда мне у вас ходить? Я же знаменитость. Сейчас вас точно, Рукшей. Он говорит, ну, извините, не узнал. Он не узнал, говорит, разрешаю пройти, потом снимите. А я прошел и снял. Вот он, что он разрешил. Идем, направляемся в индийский ресторан. А я вам напомню, что когда эта территория заселялась тысячи лет назад, столетия, то сюда в первую очередь ехали люди с Ближнего Востока, со Среднего Востока и с Индии ехали. Поэтому здесь много индийцев, южных и западных индийцев. Здесь много пакистанцев, здесь много иранцев, ирракцев с этой стороны, ливанцы подтягиваются. И люди из Африки даже подтягиваются. Из Салжира, вот оттуда. Из Египта, египтяне здесь есть, все есть. Индийцы здесь, кстати, держат золототорговлю. Здесь в основном ювелирные магазины с золотом, не с бриллиантом, с золотом. Это индийские магазины, это богатые тут люди, продают золото. Люди добрые, что я бачу? Я бачу раритетный автомобиль. Это такие я обожаю автомобили. Я даже хочу поставить себе на дачу Запорожья, где-нибудь купить, вот горбатенький, отреставрировать его с фарками и поставить его, как украшение на дачке. Уважаемые любители рок-музыки, это не просто раритет. Это индийский автомобиль, производство Индии. Машина как-то так называется, кали, пили, такси. А почему здесь стоит индийский автомобиль? Я уже вам рассказал, что они тут золотишком торгуют в Объединенных Арабских Эмминаторах. Это первое. А второе, здесь находится еще один ресторан, называется Амала. Это индийский ресторан, индийская кухня. Куда сегодня вечером мы пойдем ужинать? Мы опять-таки записались, опять записываться надо. Открыто пойдемте глянем. Выдержано все, опять-таки, в восточном стиле. То есть красота восточная. Ну а Индия, это же тоже восток, ну что вы хотите сказать. И здесь чувствуется все-таки индийский колорит. Они наверняка здесь делали реконструкцию какую-то, ну по крайней мере дизайнерскую реконструкцию. Видите, орнаменты на стенах такие другие, не турецкие. Колонны, вот эти вот мозаики, это напоминает индийские мотивы. Кухонька открытая. Можно наблюдать, что тебя там готовят. И мы сегодня вечером обязательно посмотрим. Кресла опять-таки царские, ну полуцарские. Там-то, вы поняли, там для шейхов. Но рок-звезде и тут хорошо будет, я чувствую. Сегодня вечером. Я надеюсь, вернее, вот так бы я сказал. Пойдемте глянем терраску. Ну что, тут тоже красота, прохлада. Стоят знаменитые индийские кувшины. Кувшины. Все красиво. Ну и вид, конечно же, прекрасный. Так что вечером я продолжу репортаж. Вот отсюда прям. Елена Ивановна, как вы думаете, может на улице сядем вечером? Продюсер говорит, будем на улице сидеть. То есть, я буду мучиться, они будут наслаждаться жизнью. Потому что они теплолюбивые. У меня вот эти вот члены рок-группы Плачук СТ во главе с продюсером. Они теплолюбивые. Один я такой люблю. Холод и мороз. Я же русский. Я хоть и не сибири, но я русский. И снежок. Я же русская рок-звезда. Хотя мне присвоили звание восточной. Рок-звезды и восточного рок-шайка. Пойдемте. Ну и уважаемые любители рок-музыки, как вы обратили внимание, и как я уже говорил, что пресная вода это признак богатства. Фонтанчики. И, как вы видите, живые цветочки плавают. Это не пластмасски. Ну и индийские башки тут на месте. А куда без них? Без Будды тут обязательно должен быть. Это все-таки индийский ресторан. Уважаемые любители рок-музыки. Ну я надеюсь, что скоро тут последний. Будет бюстик восточной рок-звезды, рок-шейка Волчука СД. Я надеюсь, что и индийцы мне какое-нибудь звание присудят. Потому что хейтеры говорят, что лучше рок-музыки Волчука СД вообще в мире не бывает. Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории вам без цензуры Расскажет рокер Волощук 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 Продолжение следует...